Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на матче Зенита и Челси, в котором, конечно же, есть очевидный фаворит. Синие аристократы, лондонцы, называйте их как хотите, они смотрятся мощнее Зенита, интереснее. У них есть Тухель, выдающийся тренер, у них есть фантастический состав, и они, в общем-то, выиграли у Зенита первый матч, поэтому всем очевидно, что Челси фаворит. Но мне почему-то кажется, что вот в этой встрече на своем поле Зенит даст бой сопернику и, возможно, отнимет у них очки. Таков мой прогноз, таково мое ощущение. А что думают англичане? Давайте разберемся. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, я зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Друзья, специально для тех, кто хочет зарабатывать на ставках, мы создали телеграм-канал FloraBet, в котором ежедневно публикуются бесплатные прогнозы на спорт с проходимостью свыше 90%. На прошлой неделе мы увеличили банк подписчиков на 200 тысяч рублей. Так что, если хотите зарабатывать с нами, то переходите по ссылке в описании. Кейт Рилли написала, «Завтра мы сыграем на стадионе, который примет финал нынешней Лиги Чемпионов. Очень надеюсь, что мы сюда вернемся через несколько месяцев. А завтра будет своеобразная тренировка. Игроки должны привыкнуть к полю и стадиону, на котором выиграют вторую Лигу Чемпионов подряд». Ну что ж, амбициозные заявления от болельщицы Челси. Ну, посмотрим, приедут ли они еще раз на стадион Санкт-Петербурга уже в качестве финалиста Лиги Чемпионов. Джимми Паул написал, «С одной стороны, хотелось бы занять первое место в группе. С другой, разницы между первым и вторым местом фактически нет. При любом раскладе можно получить сложного соперника в 1-8 финала. Так что, возможно, стоит выпустить резервистов и дать отдохнуть с нашим лидерам». Ну, вообще, это то, что я часто говорю, и, слава богу, все больше людей это тоже понимают, что разницы между первым и вторым местом в Лиге Чемпионов особо нет. Ну, можешь действительно получить сложного оппонента, выйдя в 1-8 из первой строчки в своей группе, а можешь выйти со второй позиции и получить легкого оппонента. Это просто вот очень непредсказуемо. Сейчас все стало в Лиге Чемпионов, и поэтому я не думаю, что здесь Челси будет прям как-то настроен на то, чтобы непременно выиграть и занять первое место. Поэтому вполне возможно мы увидим, если не резервный состав Челси, то, скажем так, смешанный подбор исполнителей. Мартин Ваттерман написал, «Последнее время результаты пошли на спад, и команда стала слишком нестабильной. Боюсь, что мы можем проиграть даже русским». Ну, в конце концов, Бёрнли тут сыграл в ничью с Челси. А чем Зенит хуже Бёрнли? По составу, наверное, Зенит даже посильнее выглядит. Нико Аркия написал, «Зенит — это крепкий орешек. Скорее всего, они снова будут играть в автобус. И на этот раз, как мне кажется, мы не сможем дожать их в концовке. Думаю, будет ничья». Ну, ничья с Челси тоже было бы неплохим результатом. Аршав Картер. «Больше всего меня пугает не соперник, а необходимость играть в России в ДКП. О чем думала УЕФА, когда позволяла русским проводить матчи зимой на своем поле?» На что Келли Бузер вполне себе обоснованно пишет, «Успокойтесь, в Санкт-Петербурге крытый современный стадион, на котором будут проводить финал Лиги Чемпионов. Там будет теплее, чем на нашем Стэнфорд-Бенч». Ну что ж, вполне возможно, на стадионе Санкт-Петербурга на поле будет действительно теплее, чем на открытом стадионе в Лондоне, на котором выступает Челси и проводит там домашние матчи. Лим Пиксток написал, «С русскими нам частенько приходится тяжело. Нам было тяжело с Краснодаром в прошлом году. В первом матче с «Зенитом» нам также пришлось нелегко. Думаю, что завтра мы вообще потеряем очки. А мистер Абрамович выпьет водки за своих соотечественников и их успех. Ну не знаю, что там Роман Аркадьевич будет пить в случае успеха «Зенита». Но касательно того, что Челси частенько приходится тяжело в матчах с российскими командами, ну это факт. Действительно такое есть. Ну и Рейчард Томас. У меня плохое предчувствие. В первом матче мы с огромным трудом обыграли этот «Зенит». А сейчас у нас еще и очень много травм и прочих потерь. Ну, травм учился действительно много, и в результате у них там не то, чтобы полкоманды вылетело, но достаточно серьезная часть лидеров и ведущих исполнителей сейчас находится в лазарете. Возможно, это сыграет в пользу «Зенита». Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.